Предыдущая неделя началась плохо для российского руководства. Началась с известного теракта в Санкт-Петербурге. Его уже достаточно подробно обсосали, но закончилась она для российского руководства этой недели еще хуже. Она закончилась американским ударом по аэродрому в Сирии, подконтрольному Асаду. И тут мы получили совершенно новую конфигурацию в мире. С одной стороны, мы видели, как Асад прорывался, избирался в президенты. И в этом плане он отказывался от многих таких идеологем, от многих установок, которые связаны, которые аффилированы с тем, что мы называем международной и западной бюрократией. Над государственной прослойкой менеджеров, чиновников и так далее. У которых есть, конечно, свои идеологические убеждения. Трамп, четко прочувствовав то, что эти международные установки не соответствуют чаяниям простого обывателя, а за президента все-таки голосует простой обыватель, достаточно ловко сыграл на этой ситуации и прошел в президенты вопреки предсказаниям многих экспертов. Но, с другой стороны, он оставил вот такое западное сообщество в неком недоумении и в некой растерянности, потому что в какой-то момент это сообщество лишилось своего безусловного лидера Соединенных Штатов Америки. Сама-то установка есть, сами положения есть, а лидера нет. Он отказался от всех базовых и важных вопросов, от многих всех, от многих из базовых и важных вопросов. Он заявил, что Асад, конечно, плохой, но мы ничего не будем делать для того, чтобы усвергать, что мы будем бороться с так называемым международным терроризмом и в этом плане. Возникает некая система общих интересов с Россией. Вообще, Россия воспринималась как чуть ли не наша марионетка, нами завербованная, нами поставленная с помощью хакеров и прочих таких вот манипуляций. Вообще, как бы наш парень, мы, конечно, не признаем официально, что это, собственно, как бы наша куколка такая, которую мы за ниточки дергаем. Ну, вот, вы как бы понимаете, что наш человек, и вдруг этот человек восстанавливает в западном мировом сообществе все свои позиции одним ударом. Причем с экономической точки зрения удар достаточно дешев. Он потратил 50 достаточно старых томогавков, в общем-то, устаревшую, как бы, такую технику. У нас о такой технике говорят, что как хорошо, что мы можем бесплатно это утилизовать в сирийском конфликте. Вот он бесплатно утилизовал 50 томогавков, и этим ударом он восстановил все свои позиции, как лидер того самого западного мира, в каком качестве Америка всегда выступала. То есть, он в дамках. Как же выглядела в этой ситуации Россия? Начнем с того, что Россия, в свое время заявив, что зонтик такой из ПВО простирает над Сирией, не сделала попытки сбить вот эти вот крылатые ракеты. Более того, Трамп, предупредивший за два часа российского руководства, что удар будет, он, в общем-то, даже вот как бы не дал повода сказать, что я на вас нападаю, ребят. Он бьет по нашему сукиному сыну Асаду, считает нужным, ему плевать на то, что вот мы как бы обязались его защищать. Более того, мы не сделали попытки этой защиты, мы не попытались сбить эти ракеты. Как это понимать? Либо это был договорняк, то есть, мы договорились о том, что вот такой удар будет нанесен, и мы вот как-то вот не против этого. Либо так. Либо, что у нас нет возможности, технической возможности сбивать такие ракеты, но тогда возникает вопрос, а где тот самый зонтик? И почему этой возможности нет? И где хотя бы попытка? Ну, хорошо, пусть не получилось, но мы хотя бы попытались. Нет, такого тоже нет. Более того, на следующий день после, в ночь, вот с четверга на пятницу был нанесен тамагавковый удар, а утром уже Песков говорил о том, что наша поддержка Асада не безусловна, и что мы не контролируем действия Асадистского правительства в той степени, чтобы гарантировать любые его телодвижения. То есть, на фоне обвинений Асада в применении химическим оружием, такое заявление, после такого удара, это выглядит, что типа испугались. Типа испугались, врубили заднего, потому что еще вчера с кривую смешкой у нас говорили, что да вы докажите, да нет, это вот ваши террористы оружие, а мы там случайно бомбой в химическое оружие их попали, вот и взрыв вышел. Это вы во всем виноваты. При этом сейчас, допустим, очень популярно вспоминать, что в свое время Саддама Хусейна свергали, потрясая пробиркой с водой. Да, да, то есть, американцы, англосаксы, англичане, Блэр, обманули весь мир, потрясая этой пробиркой с водой, и произошло вот некое признание этого факта, что весь мир был обманут. И, и что? Мы из могилы подымем Саддама Хусейна? Нет, мы не Господь Бог, чтобы, признав неправоту одной из сторон тогда, в 2003 году, иметь возможность оживить Саддама Хусейна. Может быть, мы вернем партии БААС контроль над Ираком? То есть, в свое время там свергли же эту власть там, да? Может быть, стоит теперь вернуть? Нет, этого ничего и сделано не будет. То есть, на самом деле, с точки зрения объективного наблюдателя, абсолютно плевать, АСАД это применил или не АСАД. И если он сейчас будет сметен с лица земли, а через пять лет какой-нибудь там российский представитель скажет, что вы так и не смогли за пять лет представить ни одного доказательства того, что он это сделал? Ну да, скажут ему в ответ. И что? Наверное, вы правы, но АСАД уже в могиле. То есть, вот сейчас вот этот вот весь наш скулеж, надо разобраться, так и надо провести следствие и так далее, и так далее, и так далее. Это все разговоры в пользу бедных. В этой ситуации, если ты уверен в своей правоте, ты бьешь. Если ты считаешь, что прав не Трамп, который доверился своим спецслужбам и ударил, ты бьешь в ответ. То, что там через пять лет по результатам работы комиссии ты что-то там выяснишь, ну, может, и выяснишь. Ну, там с другой стороны пожгут плечами и скажут, похоже, вы действительно были правы. И что? Нет ни АСАДа, нет ни Сирии, нет ни коалиции. О коалиции. Обратите внимание, вот мы посмотрели, как это выглядит Америка в свете этих событий. Мы посмотрели, как выглядит Россия в свете этих событий. Как выглядят прочие. Сейчас очень любят говорить, там, типа, значит, американцы сделали ход, и вся Европа выстроилась под них. До этого вот, значит, к нам британская делегация должна была ехать. Срочно отменили визит, типа, бояться поперек батьки в пекло лезть. На самом деле, смотреть на реакцию европейских противников России на это событие достаточно бессмысленно. Потому что и так было понятно, что такие страны, как Франция, такие страны, как Германия, такие страны, как Британия, и этот список можно довольно долго продолжать, они в той или иной степени солидаризируются с этим асадистским ударом по асаду, с этой асадистской, с асадистским поражением. То есть тут вопрос лишь в тех словах и в тех формах, в которых эта поддержка будет высказана. Намного более интересно посмотреть реакцию тех, от кого мы не ожидали такой вот поддержки. Например, Турция приветствовала эти события, заявила, что их целью было свержение асада, свержение асада остается их целью, и в России возникла такая вот некая растерянность, а как же, мы же вот союзники, мы же там вместе, у нас цели общие. Никогда у нас не было общих целей. И Турция никогда не говорила, что ее устраивает асад. И Турция показала, что на самом деле мы напрасно считаем, что Эрдоган, старина Эрди, он так вот поломан через коленку, и мы теперь можем ему указывать, что делать. Ничего подобного. Оказывается, этот парень очень твердо готов сотрудничать только в тех сферах, где интересы Турции и России совпадают. А там, где они, разница, он об этом заявляет совершенно прямо, не врубая ни заднего, не замалчивая этот вопрос. И ему плевать, в общем-то, на нашу реакцию. То есть, он парень-то оказался значительно более принципиальный, чем мы. И стоящий на слое, он значительно более стойко на выходе-то оказалось. А мы-то полагали, что это уже как бы все, там, наш подручный. Оказывается, этот подручный сам своим господином крутит, как хочет. Это очень интересный факт. Второй. Ну, хорошо, Турцию рассматривали как фактически членом Тривоверата. Это, значит, это Тривоверат, Россия, Иран, Турция. Но помимо Турции, скажем, есть страны, которые мы автоматически записывали в некие сочувствующие. Например, Израиль. Израиль точно так же заявил, что очень доволен и очень счастлив от того, что американцы ударили, наконец, по Асану. Напомним, что этому предшествовал инцидент, когда израильские самолеты нарушили воздушное пространство Сирии. Асад пытался их сбить, ну, безуспешно. По крайней мере, вот израильская версия рассказывает, что были выпущены перехватчики тех самых ракет, по которым с земли мы стреляли по самолетам. И они сработали. В общем, самолеты не сбили. То есть, ПВО-то Асада, оказывается, плохо работает. Русские свое ПВО и там не подключили, и против Израиля.